Глава района Адам Джарим провел очередную выездную приемную. На этот раз задать вопросы главе муниципалитета и поселения пришли жители поселка Афибского. Люди волновали проблемы благоустройства дорог и тротуаров, строительства новых автобусных остановок и освещения улиц. Как уже показала практика, выездные приемные не раз помогали жителям района решать острый вопрос оперативно, не покидая своего населенного пункта. В станице Смоленской подвели итоги работы местной администрации. Глава района Адам Джарим провел встречу с активом поселения в рамках сессии совета. В ней приняло участие руководство муниципалитета, представители всех служб и ведомств района и глава смоленского сельского поселения Сергей Безуглов. Встреча началась с отчета руководителя Смоленской о проделанной работе за первое полугодие 2019 года и планах на будущее. За отчетный период в поселении установлена водонапорная башня по улице Садовой. Проведены работы по ремонту дороги в станице крепостной поселке Планческая щель. По итогам открытых сессий совета в феврале этого года образована инициативная группа из числа жителей для оперативного решения всех имеющихся проблем. Одно из главных направлений в деятельности местной администрации – благоустройство. На постоянной основе в поселении проводится гридирование и отсыпка дорог, ликвидация стихийных свалок. После отчета Сергея Безуглова каждый присутствующий смог задать свои вопросы к районному и поселенческому руководству. На встрече активно обсуждалась проблема подачи качества воды, газа и электроснабжения. В рамках сессии затронули здравоохранение. Люди пожаловались на нехватку врачей в поселении, в частности эндокринолога. На сегодняшний день эндокринолог в районе остался один, который принимает сельское ЦРБ и нагрузка на нее колоссально. Она принимает эндокринологические больницы со всего района. И мы прикладываем все усилия для того, чтобы район помогает. У нас на эндокринолог есть вырискать, для того, чтобы какую-то часть забрать на себя. У нее сейчас садиками обеспечено, всегда идет на встречу, она должна с декрета выйти. У нас еще один эндокринолог в декрете северских, но ребенку еще мало. Будем так же просить, чтобы она вышла и забрала на себя учить. Но этот вопрос у нас постоянно на контроле, мы стараемся решить. На встрече затронули и проблему незаконной установки вышек сотовой связи на территории смоленского сельского поселения. Буквально пару месяцев назад была установлена базовая станция вышка МПС под предлогом, что это интернет 4G у вас будет, все хорошо. Установили вышку, никого из населения не предупредили. В радиусе 35 метров от жилых домов при изучении технической литературы было определено, что нарушение САНПИНа. Когда происходят такие установки глобальные, почему не спрашивают разрешения у населения? То есть просто молча приходят, устанавливают. Неизвестно, существует ли какое там ущерб для населения. Там стоят детские, прямо на детской площадке установили. У нас такой прецедент уже был в поселке Октябрь. Мы сейчас подали на них в суд, они будут демонтировать. Если вам тут связь не нужна, она кому-то решает. Если это все установлено незаконно, подавайте в суд, останавливайте строительство и демонтируйте. В конце встречи глава района оценил работу Смоленской администрации и призвал всех присутствующих продолжать принимать активное участие в жизни своего поселения. В поселке Ильском состоялась открытая сессия Совета депутатов. В начале встречи об итогах работы за первое полугодие 2019 года отчитался глава поселения Николай Головко. В своем докладе он отметил основные направления деятельности администрации – благоустройство территории, санитарный порядок, газо-водо-электроснабжение. Ильское городское поселение на условиях софинансирования участвует в государственных программах Краснодарского края. Благодаря этому начато строительство универсального спортивного комплекса, капитально отремонтирован зрительный зал в Доме культуры и приобретено звуковое и световое оборудование – светодиодный экран. Поселение принимает участие в программах обеспечения молодых семей жильем, развития сети автомобильных дорог, капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. После отчета жители поселения смогли задать вопросы к руководству местной и районной администрации. Скажите, пожалуйста, когда вы проводите новую линию газовую, кто должен оккультуривать дороги, которые вы перерываете? Вот у меня на округе перерывки были. Комсомольская идеальная улица, сельского идеальная улица. По сей день мы не можем навести порядок. Кто должен нам это сделать? По поводу восстановления улиц, Газпром, газораспределение улиц, которая повредит, восстановит. Но это же надо время, чтобы земля осела. Убедительная просьба. Если вы нарушаете дорожное покрытие, пожалуйста, сразу же проведите в порядок. В конце встречи Адам Джарим подвел итоги сессии. Районный руководитель отметил работу главы администрации Ильского городского поселения как удовлетворительную и призвал всех присутствующих вместе решать имеющиеся проблемы. В станице Смоленска состоялось открытие нового игрового городка со спортивными уличными тренажерами. На мероприятии присутствовали представители муниципалитета, жители поселений и, конечно же, вся местная детвора. Игровое оборудование установлено благодаря участию актива ТОС номер 6 Первомайский в районном конкурсе социально значимых проектов ТОС «Территория будущего». По итогам конкурсанты заняли почетное второе место. А 12 июня на церемонии награждения получили сертификаты на получение оборудования. Во-первых, я хочу поблагодарить всех руководителей ТОС и Смоленского поселения, и всего района. Это очень неравнодушные люди. Они хотят, чтобы территории, которые им доверили, выглядели красиво, уютно, чисто. Но и мы к этому стремимся все. Поэтому заслуженно вы получили это оборудование. Я хотел бы, чтобы здесь место не пустовало. И утром, и днем, и вечером, чтобы детвора занимались, взрослые занимались. Все, что мы делаем, это направлено для благополучия наших земляков. Поэтому поздравляю вас с этим днем. И хочу, чтобы и впредь смоленское поселение всегда отличалось чистотой, порядком. И, естественно, занимали призовые места. С праздником вас, дорогие! С праздником! Очень радостно, что у нас мы заняли второе место. Спасибо нашим ТОСам. Спасибо администрации, что уделили внимание. Это очень радостная новость. И хотел бы призвать наши остальные ТОСы и квартальные комитеты участвовать в благоустройстве своих улиц, передовых территорий. И выигрывать не второе место, а первое. Чтобы мы были на первом месте, и чтобы наша станица еще больше была краше всех, чтобы наши дети играли на красивых новых площадках, чтобы поселение развивалось. Будем стараться идти вперед. Почетное право разрезать красную ленточку в честь открытия площадки предоставили руководству района и маленьким жителям поселения. Праздничное мероприятие посетили и сказочные герои. Персонажи полюбившихся мультфильмов развлекали ребят и помогали осваивать новые аттракционы. Детский игровой комплекс включает в себя качели, горки, турники, канаты и уличные тренажеры. Игры на свежем воздухе в окружении сверстников имеют большое значение для формирования личности ребенка. Детская площадка позволяет направить активность детей в нужное русло, развивать у них спортивные навыки. МЧС России предупреждает. Неосторожное обращение с огнем приводит к трагедии. Безопасность начинается с тебя. Лето – покос в самом центре Урала. Что может быть аутентичней? В посёлке Арти, что в 200 километрах от Екатеринбурга, проходит международный турнир косарей. Десятки участников из Словакии, Армении, Таджикистана и разных регионов России состязаются за звание лучшего. Мужчинам предстоит одолеть дистанцию в 100 метров. Яркие национальные рубахи не случайны. За аутентичный наряд судьи дают дополнительные баллы. Но главное, зачем зорко следит жюри – чисто ли скошена трава. За пропущенные участки конкурсантам прибавляют по 20 секунд, отдаляющих от победы. Качественную работу всегда надо делать. Так и детей делал тоже качественно. Пятеро у меня их. Один даже родился мой день рождения в один час. Соревнуются и женщины. Их задача – пройти участок в 50 метров. Даже для привычных к сельскому труду дам эта задача непростая. На самом деле я её не брала, если честно, уже давным-давно. Только в детстве мы с папой косили. Поэтому навык остался. А это звезда турнира Анатолия Кузнецова, 90 лет. До сих пор держится ловко и уверенно. 70 лет я отдал спорту. Поэтому я стараюсь вот как-то себя держать в тонусе. Чтобы я… Я приехал для того, чтобы проверить себя. Могу я соревноваться с однолетками или нет. Проверю. Это не только возрождение крестьянских традиций. Для многих это замена спортзалу. Победителем среди мужчин стал словак Рудольф Ключак. Среди женщин – Наталья Федякова из соседнего города Красноуфимск. Место проведения в посёлке Арти не случайно. В 1753-м его основал граф Строганов. Позже появится завод, где с 1827 года выпускают косы. Артинский завод – старейшее предприятие Урала. Девчонки бросаются в реку. Артинский завод.